Зал консерватории, в котором принимали в ряды доноров костного мозга, оказался полностью заполнен студентами этого учебного заведения, выразивших желание вступить в ряды национального регистра. И они стали первыми среди своих коллег со всей России, которые решились на такой шаг. Причем произошло это по их собственной инициативе. Принято считать, что музыканты же своей работой лечат души, музыка лечит души. А почему бы нам не поучаствовать в лечении самым настоящим, не только душ, но и тел. Ряды доноров костного мозга пополнили 32 музыканта, то есть больше половины от пришедших на встречу, хотя обычно этот показатель составляет около трети. По словам Натальи Владимировны, для людей искусства, музыкантов всегда характерна отзывчивость к чужой беде. Культура и искусство это вообще мягкая сила, но очень мощная. Это действительно очень мягкий, деликатный инструмент, но очень эффективный инструмент воздействия самого разностороннего. И наши студенты, как натуры очень чувствующие, очень эмоциональные, неудивительно, что откликаются на такие вещи. И, конечно, у музыкантов степень сострадательности и отклика очень высока. Впрочем, невзирая на это, представителям Национального регистра доноров костного мозга все же пришлось и в консерватории развенчивать устоявшиеся мифы. Например, о том, что костный мозг будут брать из позвоночника у донора. В позвоночнике какой мозг? Спинной. И его чаще всего путают как раз с костным. Костный мозг – это орган кроветворения, который находится у нас в косточках. Не в позвоночнике. В позвоночнике спинной мозг. Его никто не трогает. Чаще всего, когда говорят донорство костного мозга, представляют спинно-мозговую пункцию, когда человеку дай иголкой. Это совершенно другая процедура. По сути, трансплантация костного мозга – это переливание крови через специальный аппарат, который собирает нужные для больного стволовые клетки и затем возвращает эту же кровь в организм донора. Трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем пяти тысячам россиян, сотни из которых живут в нашем регионе. Ее применяют при онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения и в иммунной системе. Если у больного нет родственного донора, то поиск совместимого, то есть человека с тем же генотипом, ведется в регистрах доноров костного мозга. Так что, если у вас есть желание и возможность дать шанс на жизнь другому человеку, то добро пожаловать в ряды Национального регистра доноров костного мозга.